Приветствуем вас на канале Бурмик, с вами дядь Миша и, конечно же, Дина. Дитик, какие у нас сегодня планы с тобой? Как обычно громадью, погода чудесная, располагает к уличным прогулкам. И более того, не просто к уличным прогулкам, а к прогулкам по воде. Сегодня мы хотим совершить экскурсию по каналам Санкт-Петербурга, посмотреть, много ли изменилось за прошедшие два года. Ну, хотя там за 200 лет ничего не менялось, за два года могло измениться, но тем не менее. А поедем мы с Адмиралтейской. Сейчас на метро, на Адмиралтейскую, потому что нам больше нравится оттуда отчаливать, чем от фонтанки. Так что давайте, друзья, поехали с нами. Мы в метро, мы в метро. Я в полюса, как в случае, да, очень удобно, метро, как в Санкт-Петербурге. Очень удобно. Да, хорошо. А чем дешевле, ну, вообще? Пока. Что-то мы в Казани, кстати, все никак не можем привыкнуть, что здесь метро. И часто ездим на такси до сих пор. Нет, я езжу. Ну, да, я езжу такси. Да, я сидит. В общем, оно как всегда прекрасно. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция в Падово. Еще немного о метро. Стоимость проезда 65 рублей. А вот если вы пользуетесь картой МИР, то вам обойдется поездка в 44 рубля. Так что не упускайте такую возможность немного сэкономить. Сейчас мы поднимаемся на самом высоком эскалаторе. Хорошо бы здесь поставить, конечно, столики, предлагать гостям кофе, чай. Потанцевать. Потанцевать, да. Есть. Чтобы занять как-то время. Ну вот, не прошло и полгода, и мы наверху. Может, это нормально? Экскалатор – это хорошо. Вот только ради этого момента стоило приехать в Санкт-Петербург. Я так этого ждала, откровенно говоря. 900 рублей. Два раза по 900 нам обойдется. Это прогулка морская. По каналам. Не морская, по каналам. Ой, в общем, я… Продлится один час. Да, продлится один час. Так что жду, верю. Надеюсь, что это будет не хуже, чем в прошлый раз. Я думаю, водные прогулки в Санкт-Петербурге – это всегда хорошо. Главное, чтобы погода была хорошая. Ой, да, погода нам сегодня благоволит. Мы ждали благоприятного дня, вот такого теплого, солнечного, чтобы вообще ничто не помешало нам получать удовольствие. На всякий случай, кстати, мы взяли с собой шапки. Потому что, зная Питер… Зонты не взяли. Нормально, спасибо, спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Диня, ну рассказывай, как тебе водная прогулка в мае? Стоит ехать, не стоит? Да, конечно стоит. Господи, мне кажется, в любое время года стоит это делать. Главное, утеплиться посильнее. Потому что, несмотря на то, что сегодня ясный день и достаточно тепло на берегу, на воде все-таки ветрено и прохладно. Ну вы видели, да? Мы с Мишей утеплились. Пока мы катались, нам сделали вот такой вот магнитик. У нас их уже три. Как вы понимаете, это уже третья поездка была. Многое из того, что нам рассказали сегодня, мы слышали раньше. Подожди, я о магнитике немножко. Раньше магнитики делали на фарфоровых блюдечках. Это было, во-первых, мило и чертовски клево. А сейчас вот делают на деревяшке вот на такой. И как-то не знаю. Я немного расстроен из-за этого. Это такие мелочи. Вот, ей-богу. Главное, память за нам останется. Ну и пополнить нашу коллекцию тоже как бы неплохо. Вот. В общем, многое из того, что сегодня нам рассказывал экскурсовод, мы уже слышали, уже третий раз слышали. Но вот почему-то в прошлые разы не запомнили вот этого самого широкого моста, синего моста, под которым проходили в конце этой экскурсии. Хотя и в прошлый раз уходили с этого же места. И, по идее, должны были вернуться в это же место. То есть, мимо него обязательно должны были пройти. Но почему-то не запомнили ни я, ни Миша. Удивительно, конечно. В общем, каждый раз, приезжая в Санкт-Петербург, открываешь для себя что-то новое. Понимаешь? Вот прежде у тебя не сфокусировалось на этом внимание, а сегодня да. Вот сегодня я для себя открыла этот самый широкий, протяженностью 99 метров и 5 сантиметров мост, синий, для себя. В общем, короче, инверсия такая получилась. Ладно, классная была экскурсия. Рекомендую от души. А сейчас мы движемся в сторону дома. И, как вы понимаете, любая водная прогулка, она располагает к тому, чтобы потом пойти и чего-нибудь перекусить. Тем более, время к обеду. Кстати, о еде. Мы вам будем показывать из Санкт-Петербурга только те места, где нам очень и очень понравится. Либо, где нам очень и очень не понравится. Чтобы так сориентироваться. Потому что кафешек очень много, ресторанов очень много. Хороших тоже очень много. Да, хороших очень. Да и столовые даже здесь хороши. Ну как? Столовые как столовые, вот так скажем. И кафе как кафе. Много хорошего дизайна. И, в принципе, есть можно везде. А вот то, что нас поразит, мы покажем. Дорогий парень, и больше ничего. Смотрите, сейчас местный аттракцион. Не знаю, это закономерность или случайность. Мы будем махать, и нам обязательно ответят. А если мы потом поможем, мы будем пахать. О, тут можно пройти. Поеков, мы почти. В принципе, нормально. Процесса. Поможите. Угу. Я холодно. Видели? Все работает. Слушайте, вот в этом есть вот что-то такое вот мелочь, вот как-то очень теплое, душевное. Да, и доброе такое, сразу настроение поднимается. Причем с двух сторон. И когда ты машешь с пароходика, и когда тебе машут с моста, и когда ты машешь с моста. Клево? Да, согласна с Мишей. Ну и, конечно же, мы с Зиной вам рекомендуем просто пройтись по Невскому. Не на автобусе ехать, не на такси, а просто пешочком. Но выбирайте всегда сторону. Если жарко, то теневую сторону, сторону, по которой мы сейчас идем, либо по другой стороне, а вот там солнечная сторона, там теплее. И мы сейчас, наверное, перейдем на переходе туда. А я нашел музей шоколада. Не хотим музей шоколада? Понял, куда идти? Свинья тебе внятно объяснила. У нее странный акцент. Я тебе говорю. Смотри, возьми у девочки визитку. Эта девочка говорит мужским голосом со странным и нужным акцентом. Капородку, 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 капородку. Крестка, крестка. Филиппок. Филиппок. Решили мы тут съездить. Подняться на террасу и покушать в ресторане, который называется «Терраса». Он находится на самом верхнем шестом этаже. Надеемся, что цены нас там не шокируют. Ну, что я могу сказать. Меня, в принципе, шокировать мало, что может. Но брускетта за 1200, то есть бутерброд, не мое это. Мне о чем попроще. Пойдет что-нибудь лучше другое, но вкусное найдем. Я думаю, тоже вам бутерброд за 1200 не покажет. Итак, друзья, мы пришли в ресторанчик «Мамалыга» рядышком с Казанским собором. А точнее, даже за ним. Попробуем национальные грузинские блюда. Ну вот, вначале пиво принесли. Кстати, первый раз вижу, что подача вот в таких бокалах. Прикольно. У меня теплый салат с курочкой, с овощами. Подача очень красивая. А у Дины супчик пиквенный. Заметьте, в Казани я ела пиквенный суп. Теперь ем в Санкт-Петербурге. Еще мы заказали галму. Уж в общем по ней соскучились. Шашлычок из курочки у Дины. Да, из бедра. Не просто из курочки, из филе, а из бедра. Выглядит очень красиво. Ну что ж, порции здесь большие. Мы даже не доели. Вот у нас еще, как у нас? Хванчикара. Хинзмаравль. Короче, что-то взяли с собой. Короче, еще одно блюдо забираем с собой. Хачапуря. Нет, не хачапуря. Чахахбили. Чахахбили. Все переправили. На чахахбили сил уже не хватило. Так что забираем с собой. И так получилось, что сидя на Казанской улице, у Казанского собора, я постоянно мысленно сравнивала вот эту пищу с тем, что я ела в Казани. Так вот, суп тыквенный в Казани, в татарскую сальку, готовят лучше. А шашлыки здесь такие же вкусные, как в татарской деревеньке. Короче, что у нас получается? Средний чек на Невском. Где-то примерно полторы тысячи, можно уложиться спокойно, быть вполне сытым и довольным. Так что, смотрите. Прежде чем сесть за столик, естественно, смотрите меню. Еда, не скажу, что здесь прям такая супер-пупер. Но очень вкусно, очень сытно, большие порции. И плюс вид на казацкий собор. Пополнив запасы энергии, мы продолжили прогулку и вышли на площадь искусств, местный Арбат, где собираются творческие люди Санкт-Петербурга. Люблю капкан, пока ты писала капкан, попал в капкан, пока ты писала капкан. Я попал в капкан, такой опасный, не напрасно ты танцевала, танцевала. Я попал в капкан, такой горячий, настоящий для всех танцевала. Здесь же, уже ближе к храму Спас на Крови, раскинулись торговые палатки, где можно прикупить сувенирную продукцию на любой вкус и цвет. Вы, конечно, ходите, смотрите, радуйте глаз, но делать покупку не торопитесь, потому что некоторые товары имеют здесь явно завышенную стоимость. Где найти то же самое, но подешевле, мы вам расскажем немножечко позже. Два года назад, когда мы здесь были, мы гуляли по парку, а вот Спас на Крови был весь закрыт, и там происходили реставрационные работы. А сейчас он во всей красе, вы только посмотрите. Здесь же, в Спас на Крови, мы с Мишей налипли, по-другому и не скажешь, на любопытный аттракцион. Называется он «Собери фигуру». Продавец головоломок предложила нам собрать фигуру, в Мишином случае это буква «М», всего из четырех деталей, разных по форме. Миша эта задача показалась весьма простой, и он, сказав «легко», взялся за дело. Если вы смотрите и смеетесь, что все легко, это нелегко. Ну смотри, вот эта вот часть железная так вот должна быть. Ну и там так, наверное. У меня здесь нет ничего там треугольника. Я могу вам тоже показать? Не соображу. Тебе даже быстрее получается. Нифига не нравится. Ты еще больше посылать, как ты пьешь. Что это будет лучше? Лучше работать, чем нет. Ты хочешь сам себя победить? Да, я себя хочу победить. Так, подожди. Ни разной длины. То есть эта нога вот здесь должна быть. Все? Все, молодец. С полки пирожок. Так, эту берем по фигню. Хлоп сюда, чик. Не так, не так. Потому что это должна быть буква «М». То есть вот так. Вот здесь нога. Логично, логично. Да какие собирались? Нифига не логично. Нет, я думаю, вот так оно должно быть. Вот этот вот на сюда, вот так. А треугольник-то куда? Этот вот сюда. Ну с какой радостью, а где у тебя дырка? Подожди. Покажите мне. Сейчас я уснуть не смогу. Вы были близки, да, с этим, только мы забыли, что вот это тоже можно использовать. Оп, и все. Вам нужно было просто поменять местами. Причем вы так сделали, это очень легко. Я что-то, я теперь не могу, не соображу. Понял? Теперь спокойно будешь спать. Главное, далеко их не отбрасывать. Другая дорога. И не переворачивать. Миша, ты молодец. Спасибо. А вот теперь расскажем, где можно сэкономить. Возвращаясь домой, в районе Невского проспекта, мы вошли в подземный переход, где нашли ту же самую сувенирную продукцию гораздо дешевле. Некоторые вещи дешевле буквально в два раза. Допустим, кружки, которые стоили около спаса на крови по 1200, в подземном переходе, стоят всего 650 рублей. Ну что же, друзья, побывав в Питере, не зайдем ем колбаски, как-то это не мое. Значит, нужно зайти и обязательно купить специи. Что я и сделал? Миша был в этом магазине два года назад. Именно с тех пор он стал осваивать мастерство приготовления колбас. И, надо сказать, очень сильно преуспел в этом деле. Вот так. Через два года он вернулся, пополнил запасы. Ой, сейчас приедем домой. Как начнется у нас опять колбасная история? Ну и, конечно же, вам интересно, что же я приобрел такого в магазине ем колбаски. На кой черт нужно было переться с Камчатки в Санкт-Петербург, чтобы закупаться какими-то специями? Показываю, друзья. Смесь приправ для чириза 50 грамм с копченой пабрикой. Что такое чириза? Это колбаски такие, итальянские, острые. Смесь приправ для купат по-грузински 100 грамм. Смесь приправ для чего? Для колбасы гриль, пряно-копченых. Вот, 100 грамм. Экстракт дрожжей. Друзья, это очень интересная штука. Я еще это не использовал, но для чего? Это усилитель вкуса мяса. То есть с экстрактом дрожжей вкус мяса становится ярче. Я хочу попробовать, именно поэтому я взял. Попробую, когда обязательно вам расскажу какой-нибудь рецепт. Стоит, покупать не стоит. Смесь приправ для пепперони 100 грамм. И смесь, которую я брал уже раньше. Смесь приправ для домашних колбасок. Очень классная. Колбаски получаются великолепные. И вся вот эта вот груда обошлась нам в тысячу с лишним рублей. С небольшим. К сожалению, я забыл чек в магазине. Как я буду использовать эти специи, вы, конечно же, узнаете в моих будущих роликах. Именно в кулинарных рецептах. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!